Репортеры телекамеры интервью. Неожиданно для себя химчанин Владимир Великолук стал героем новостей. Неделю назад во время отдыха в Керчи он вытащил из воды тонущего подростка. Рассказывать о своем поступке никому не собирался, но местный телеканал не стал утаивать подвиг. 10 сентября прогулка по побережью обернулась драмой. Владимир вышел из пансионата, в котором отдыхал, и услышал, как на пляже зовут на помощь. Оказалось, два подростка решили искупаться во время пятибального шторма. Одного из ребят уже не было видно, а второго унесло от берега на несколько сотен метров. Он до последних боролся. Когда увидел, что кто-то есть, уже поможет, он на радостях пошел на дно. Второго молодого человека спасти так и не удалось. Вскоре о произошедшем узнали и в родных химках. Такой самоотверженности семья и близкие друзья Владимира не были удивлены. В 1986-м мужчина ликвидировал последствия взрыва на атомной станции в Припяти. Сегодня он член Союза инвалидов Чернобыля. Дочь Владимира Арина до сих пор переживает из-за случившегося. Отец, конечно, герой. Но ситуация могла обернуться трагедией и для самого спасителя. Я понимала, что это опасно, что это был большой риск. С одной стороны, неожиданно, а с другой стороны, по-другому не поступил бы. В пятибальный шторм залезть туда, плыть там на 300 метров, тащить на себе кого-то – это действительно большой риск. По возвращении домой Владимир старается проводить больше времени в кругу друзей и семьи. Листают альбомы с фотографиями, делятся воспоминаниями. Ринуться на помощь, а не застыть от страха – это действительно дорогого стоит. После такого инцидента Владимир с уверенностью говорит – иногда важно просто оказаться рядом.